Россия всегда славилась своими защитниками, от простых солдат до генералов. Знаменитый полководец Александр Васильевич Суворов отмечал, что солдата лучше русского нет нигде в мире. Он и сам не пропадет, и товарища спасет, а где силы убудет, там он смекалкой дойдет. Накануне Дня Защитника Отечества я приглашаю вас, юные читатели, в путешествие по героическим страницам родной истории. Мы откроем с вами не только вехи отечественной истории, но и черты характера стражей русских рубежей. О, сколько было подвигов на свете! Они уже в предание отошли. Из уст в уста их повторяют дети на всех материках большой земли. И будут повторять из уст в уста, и в каждом этом подвиге неизрима своя и глубина, и высота, и красота своя неповторима. Но из всего того, о чем мы слышим, и из того, что мы вершим пока, солдатский подвиг я считаю высшим и самым бескорыстным на века. Древняя легенда устами одного из завоевателей предупреждает. И детям, и внукам наказываю не ходить войной на Великую Русь, а навек стоит, не шатается, и века простоит, не шелохнется. Откуда же черпают русские воины свою неиссякаемую силу? Говорят, она досталась им в наследство от далеких предков, о которых сложены песни и сказания от былинных богатырей. Первый наш маршрут в Древнюю Русь на богатырскую составу. Давным-давно Россия называлась Русью, и главным городом ее был не Петербург и не Москва, а Киев. Под Киевом пахали землю пахари, в лугах пасли стада пастухи, в лесах промышляли охотники, на берегах рек строили ладьи-корабельщики. Но с опаской смотрел русский люд в степь, откуда в любой момент ждали кочевников, грабивших и убивавших. Чтобы сберечь от врагов землю русскую, защитить путь на Киев, стали ставить в степи маленькие крепости, заставы. Службу там несли русские богатыри. Все в их деяниях величаво, крупно, удивительно. Былины так повествуют. Едут они на конях, земля прогибается, скачут выше дерева стоячего, ниже облака ходячего. Русский богатырь, если пьет, то единым духом чару в полтора ведра. Если бьется с недругами, то по двенадцати дней, не пиваючи, не едаючи, валит врагом тяжелой палицей. Сказка? Однако былинный богатырь соединяет в себе не только черты мифического героя, но и реального, отважного воина. Вспомните, что былина значит «быль», то есть то, что имело место в жизни. Неужто, спросите вы, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович в действительности были? Конечно. Вот что рассказывает история, например, об Илье Муромце. Жил в двенадцатом веке силач по прозванию Чеботок. Родом он из Мурома, из простой крестьянской семьи. В детстве и юности страдал параличом, однако чудесным образом был исцелен. Состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. В преклонном возрасте пришел Феодосиев монастырь, ныне это Киево-Печерская лавра, и принял монашество. Следует отметить, что это вполне традиционный шаг для православного воина сменить меч железный на меч духовный и проводить дни в сражении не за земные блага, а за небесные. В семнадцатом веке был причислен к лику святых как преподобный Илья Муромец или Илья Печерский. Мощи его и поныне хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Кстати, современные ученые при исследовании мощей святого подтверждают, что для своего времени он действительно обладал весьма внушительными размерами и был наголову выше человека среднего роста, что нижней конечности его длительное время по каким-то причинам не действовали. Мощи преподобного не менее ярко свидетельствуют о яркой воинской биографии. Кроме глубокой округлой раны на левой руке, видно такое же значительное повреждение и в левой области груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и ударом копья она была пригвождена к сердцу. По всему вполне можно предположить, что святой Илья Муромец это тот самый богатырь, о котором сложено больше всех былин. Все сказания свидетельствуют о мудрости, справедливости, об истинно-христианском смирении и кротости Ильи Муромца. «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не из корысти, им мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам, воеводы, в богатстве жить. Мое богатство — сила богатырская, мое дело Руси служить, от врагов ее оборонять». Много подвигов во имя и во славу Руси совершил Илья Муромец. Спасал он землю родную от безжалостных кочевников-половцев. В былинах — это вражью полчища под Черниговым, злодей-соловей-разбойник у речки Усмородины, чудовищный татарский воин идолище. Состарившись, Илья Муромец не мог, как воин, служить родине, но до смертного своего часа он молился за Русь. Уже более семи веков не гаснет лампаду из голови мощей святого Ильи Муромца, а с иконы спокойно, с достоинством глядит на нас красивый русский воин. Память преподобного Ильи отмечается 1 января. История средневековой России, насколько мы знаем ее по летописям и хроникам, состоит главным образом из войн, со степными варварами, монголо-татарами, шведскими и немецкими рыцарями-крестоносцами. Горьким было то время. Наше Отечество было разорено. На Руси не строились храмы и города. Народ платил дань завоевателям, отдавая в рабство своих детей, братьев, сестер. Казалось, на этом и завершится история русского народа. Растворится он среди других, подобно множеству исчезнувших племен, от которых даже имен не осталось. Следующий наш маршрут в средневековую Русь, прославленную именами Александра Невского, Даниила Галицкого, Дмитрия Донского. Они стали символами патриотизма и воинского подвига того времени и гордостью русской истории на века. Александр Невский прямой потомок князя Владимира Мономаха. Он унаследовал от своих благородных и доблестных предков горячую любовь к родине, сострадательное сердце и отвагу, военные способности, ум и благочестие. Александр воспитывался, как и другие княжечи того времени, учился грамоте, знал иностранные языки, историю и военному искусству, верховая езда, владение мечом, луком, стрельба в цель. Был очень добросовестен, серьезен не по годам. С 17 лет началось его самостоятельное княжение. В 20 лет Александр Ярославович победил шведов в битве на Неве, за что и получил прозвище Невский. Еще одна заслуга Александра Невского это победа над немецкими рыцарями в знаменитом ледовом побоище. 1242 год. На льду Чудского озера сошлась армия Ливонского ордена и русское войско, возглавляемое князем Александром. Был первый натиск немцев страшен. В пехоту русскую углом двумя рядами конных башен они врубились напролом. В рубахах стиранных, нательных, тулупы на землю швырнув, бросались предки наши в бой смертельный, широко ворот распахнув. И только выждав, что блевонцы, смешав ряды, втянулись в бой, князь, полыхнув мечом на солнце, повел тружину за собой. По льду летели с лязгом, с громом, к мохнатым гривам наклонясь, и первым на коне огромном в немецкий строй врубился князь. И, отступая перед князем, бросая копья и щиты, с коней валились немцы наземь, воздев железные персты. После ледового побоища князь еще около двадцати лет мудро правил своими землями, не давая людей в обиду никаким врагам. После смерти Александр Невский был причислен к лику святых. В Петербурге находится Александр Невская Лавра с его недленными мощами. Все поколения воинства России воспитывались на славных подвигах великого князя. Орденом Александра Невского, учрежденным в 1942 году, награждались самые отважные, самые умелые командиры. Задержимся еще в Средневековье, только перенесемся в XIV век, когда эстафету славы святого воинства принял правнук Невского, Дмитрий Донской. Вот уже сто лет изнывала Русь от Ига Монгольского. Дмитрий Иванович, князь Московский, видя, что некогда могущественная Золотая Орда приходит в упадок, перестал считаться с волей хана, стал объединять вокруг себя других князей. Да коль нам, други, пред тираном, склонять покорную главу. Разгневанный правитель Золотой Орды Мамай решил проучить непокорного князя и снарядил против него огромное войско. Я разорю Светлую Русь, чтобы каждый русский боялся поднять глаза на ордынского воина. Русский князь тоже собрал немалое войско, 150 тысяч конных и пеших воинов. Все, кто мог держать в руках оружие, поднялись на битву с ордынцами. Своё благословение дал игумен Сергий Радонежский. Мудрый старец предсказал князю победу. Не нам, не нам страшиться битвы с толпами грозными врагов. За нами Сергия молитвы и прах замученных отцов. На Куликовом поле близ Дона в сентябре 1380 года состоялась битва. Черной тучей конница Мамая затянула весь простор степной, но её удары принимая выстроились русичей стеной. Сражение началось с поединка двух воинов. Выехал из рядов ордынцев огромного роста богатырь Челубей и, посмеиваясь, ждал, когда кто-нибудь выйдет на него с русской стороны. Наши ряды раступились и выехал на коне Александр Пересвет. Челубей рассмеялся, увидев не воина, а монаха. Сергий Радонежский послал с войском князя двух иноков Александра Пересвета с братом Андреем Ослябий. Отважных, широкоплечих, богатырей, разумеющих ратное дело. Монашеское одеяние с православными крестами развивалось на ветру, копье грозно нацелилось на бусурманина. Не крепкие доспехи и шлем укрывали тело русского богатыря, а полотняная схема, собственноручно надетая на него самим Сергием Радонежским. Не холодная гордость звала на поединок, а горячая любовь к своему народу. Будто две скалы неслись противники навстречу друг другу, сшиблись, и земля под ними содрогнулась, рухнулись коней, пронзив друг друга копьями. А православные ратники, не дожидаясь приказа, кинулись в бой. Себя не жалея бились, а отчизну отстояли. Сняв княжескую одежду, оставшись в простых доспехах, в первых рядах сражался князь Дмитрий Иванович. Умру с вами, спасусь с вами. Горячие тучи мчатся кони, оружие звон и кровь рекой, клубится поле, бьется, стонет, гремит кровавый смертный бой. За Русь, Отечество, вперед! Дмитрий князь полки зовет и бьется словно рядовой, всех увлекая за собой. На десять верст лилась и кровь, врагов теснила наша сила, земля дрожала вновь и вновь, став многим братской могилой. А где же Дмитрий? В груди тел лежит, или уцелел? Рукою вражий щит пробит, и бездыханный князь лежит, упал с коня, лишившись сил. Вставай, герой, ты победил! Открыв глаза, Дмитрий встал, своих соратников обнял, объехал Куликово поле, крик вороньяда, ветер вольный, да в речке красная вода, так пала ханская орда. Мы должны проникнуться уважением перед великим подвигом наших предков, русских воинов, и перед изумительным дарованием Дмитрия, которого после этой победы нарекли Донским. Русский человек миролюбив, добр, душевен, отзывчив, но всегда готов дать отпор любому посягательству на свободу своей Родины. Новый маршрут в XIX век, во времена Отечественной войны 1812 года. Французские войска, возглавляемые Наполеоном, вероломно вторглись в пределы России. Из-за превосходства сил противника русская армия была вынуждена отойти вглубь страны, оставив значительную часть территории. Эта война стала суровым испытанием для русского народа, всенародным бедствием. Все российские сословия, вне зависимости от государственного ранга, имущественного положения, встали на защиту своего Отечества, поэтому ее и назвали Отечественной. Бородинское сражение – главное событие Отечественной войны 1812 года. Главнокомандующий русской армии, выдающийся полководец Михаил Иларионович Кутузов решил дать генеральное сражение в 110 километрах от Москвы, у села Бородино. Рано утром 6 сентября завязалась Великая Битва. Шесть раз мы уступали поле Рагу и брали у него. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, на пушке конница летала, рука бойцов колоть устала и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Будут навечно вписаны в русскую историю имена известных военачальников Кутузова, Раевского, Багратиона, Барклайды Толи, а также именно тысяч простых русских солдат, таких, как Леонтий Коренной. В гвардейском финляндском полку гренадера почтительно называли Дядя Коренной. Первого своего Георгия, Георгиевский крест, русский богатырь заслужил за проявленную в Бородинском сражении храбрость. Он удерживал с пятью однополчанами в течение нескольких часов до прихода помощи важную позицию на опушке леса. А 4 октября 1813 года в битве под Лейпцигом Коренному довелось совершить еще более славный подвиг. Когда его батальон был атакован значительно превосходящими силами противника и начал с боем отходить, часть оказалась прижатой к высокой каменной ограде. Большинство солдат быстро перебрались через стену, но почти все офицеры были ранены и не смогли преодолеть каменную преграду самостоятельно. Богатырь Леонтий Коренной поднимал и подсаживал их на высокую ограду, а затем с горсткой хребрецов остался прикрывать отступающих товарищей. Вскоре он остался один и яростно отбивался штыком и прикладом от наседавших врагов. Бесстрашный гвардеец получил уже несколько штыковых ран, его мундир был весь в крови. Прижавшись к стене, Коренной не только парировал удары, но и наносил их сам. Когда сломался штык, солдат взял ружье задуло и стал отбиваться прикладом. Французы, удивляясь храбрости русского, кричали ему, чтобы он сдавался, но тот и не думал бросать оружие. Схватка продолжалась, когда все-таки русский богатырь, получив 18 штыковых ран, был повержен. Французские солдаты, стоявшие над павшим героем, из уважения к храбрецу, не решились добить его. Напротив, недавние враги уложили его на носилки и доставили на перевязочный пункт. Посетивший раненых император Наполеон, прознав о подбеге Коренова, был поражен, и на другой день имя русского гвардейца попало в приказ во французской армии, изданный за подписью Наполеона. В нем Кореной назывался героем и образцом для подражания и примером французским солдатам. А после того, как Кореной смог встать на ноги, опять же, по личному приказу Наполеона, он был отпущен из плена. Леонтий Кореной предстал перед сослуживцами с забинтованной головой, подвязанной к шее левой рукой, еле гвардейец, однако, под восторженные крики товарищей, браво доложил родному командиру. Ваш высокобродь, честь имею явиться, из плена прибыл, отпущен был по приказу самого Бонапарта. За проявленное мужество Кореной был произведен под прапорщики и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль на шею с надписью «За любовь к Отечеству». Позже о герое Леонтии Кореном была сложена песня, а в 1903 году, когда лейб гвардии и финляндский полк праздновал столетний юбилей, офицеры полка отметили его установкой бронзового памятника Кореному, который был представлен при входе в парадное здание офицерского собрания. И все офицеры, входя в собрание, снимали перед ним фуражки и отдавали честь солдату. По волнам истории перенесемся в близкий нам 20-й век, 1945 год. В честь победы над фашистской Германией в Москве в июне состоялся парад победителей. Красная площадь гремела от раскатистого солдатского ура. На брусчатку падали сотни немецких знамен. Парад победы принимал маршал Жуков. Уже немолодой, но стройный и потянутый он горцевал на белом коне, гордясь за своих солдат, за свою армию, за свое отечество. Георгий Константинович Жуков родился в 1896 году в Калужской области в очень бедной крестьянской семье. После окончания трех классов церковно-приходской школы с похвальным листом отдан был в ученики в скорняжную мастерскую в Москве. Одновременно закончил двухлетний курс городского училища, занимался по вечерам. А потом Первая мировая война, призыв в армию. Жизнь сложилась так, что Жуков стал кадровым военным, причем военным высочайшего класса, при этом не получив никакого высшего военного образования. Георгий Константинович всю жизнь занимался самообразованием, самосовершенствовался. У Жукова всего было через край и таланта, и энергии, и уверенности в своих силах. А еще Жуков всегда помнил про долг, долг перед Родиной, и это было для него превыше всего. Полководческий талант Георгия Константиновича наиболее ярко раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Все важнейшие события четырех военных лет связаны с именем Жукова. Существовало даже такое солдатское поверье Жуков приехал, значит будет дело. 1941 год Ленинград Город блокирован, но не взят. 1942 год Победа под Москвой 1943 год Сталинград Победа 1944 год Веслоозерская операция Берлинская операция Результат Победа 1945 год Жуков принимает капитуляцию фашистской Германии По праву Георгий Константинович Жуков носит звание Маршала Победы Почеты и славы достоин любой За подвиг украшен звездой золотой А Жуков как воин как маршал герой четырежды выбран такой звездой Георгий Защитник просторов земли С ним знамя победы и символ борьбы Он Богом дарован для блага людей В нем сила живая сильнее смертей На рубеже 20-21 веков снова война Чечня Это слово у каждого на устах Сколько погибло необученных мальчишек в чеченских засадах сгорело в танках 23 мая 1996 года от рук чеченских бандитов принял мученическую смерть русский воин Евгений Родионов День его гибели выпал на день его рождения Евгению Родионову исполнилось всего лишь 19 лет Он родился в мае 1977 года В 1995 году был призван в армию служил в погранвойсках на границе Чечни и Ингушетии Зимой 1996 года Евгений и трое его сослуживцев были захвачены в плен чеченскими бандитами их морили голодом избивали пытали чеченцы принуждали Евгения Родионова снять с себя крест отречься от православной веры принять ислам они обещали за это отпустить на свободу но Евгений не предал ни веру ни родину посмертно рядового Родионова наградили орденом мужества на его могиле теперь все время горит лампада и идут люди поклониться русскому солдату за отечество на чеченской войне свою жизнь положили 84 героев десантников 6 роты 104 парашютного полка псковской дивизии и их командир герой России гвардии подполковник Марк Евтюхин которые 29 февраля 2000 года героически погибли в бою с превосходящими силами противника крылатая пехота не вышла из огня прости шестая рота Россию и меня погибшая бессмертной ты стала наяву в бою под Улускертом как в битве за Москву прощай шестая рота ушедшая века бессмертная пехота небесного полка гордиться славой своих предков не только можно но и должно писал великий Пушкин гордитесь нашей историей гордитесь великими русскими воинами учитесь у них любить и защищать свою землю постройки и вами с вот и думаете в этом что вы у с постройки молодой а в с к и и э